Азянь – великий призыв к великому поклонению. Азяньу отведено очень важное место в жизни мусульман. Это голос, произносящий спокойствие в души, внимающих ему и несущий умиротворение, и радость их сердцам. Их желание слушать его не ослабевает, несмотря на то, что призыв этот повторяется раз за разом. Ведь он постоянно напоминает мусульманам о самой важной обязанности, которую возложил на них. Всеблагой и Всевышний Аллах, субханаму а-та'аля, и который исполняется по пять раз ежедневно, дабы их связь со Всевышним не прерывалась. Этот великий призыв несет в себе великий смысл, который открывается тому, кто размышляет над ним неспешно и сосредоточенно. Аллаху а-та'алла 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 Аминь. 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 Азянь побуждает оставить все, кроме Всевышнего Аллаха. всю эту мирскую суету, отвлекающую от главного, и стремится к духовному возвышению. Поскольку Аллах, субханаму а-та'аля, превыше всего того, что имеет для человека ценность в мирской жизни. И было бы совершенно неразумно со стороны мусульманина позволять мирскому отвлекать его от того, что намного важнее. Эдан является не только призывом к молитве, но и призывом к исламу. В нем упоминаются три основы религии. Вера в Аллаха, вера в пророчество Мухаммада, и в то, что спасение возможно лишь в вечной жизни посредством подчинения Всевышнему. Едва услышав, мусульмане повторяют его, дабы заключенный в адане смысл прочно утвердился в их сознании, и дабы разделить с муаддином достоинства этого призыва, внять к которому стремятся обладатели здравых сердец, и к которому питают отвращения обладатели сердец, пораженных недугом, во главе которых шайтан. Рок Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил о том, что если бы люди знали, какими достоинствами обладает Эдан, и сколь высоко его положение, они старались бы опередить друг друга в его произносении, и каждый желал бы, чтобы честь произносить Эдан досталась именно ему, даже если бы ради этого им пришлось бы тянуть жереви. Этот хадис Бухари приводится. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда раздается призыв на молитву, то есть Эдан, когда раздается призыв на молитву, шайтан отступает громко и спуская ветры, чтобы не слышать Эдан. Это тоже хадис Аль-Бухари приводится. Хадис Абу Саида о том, что однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я вижу, что ты человек, любящий овец, и отдаленный от города места, ну как пустыня и тому подобное, поэтому, когда ты будешь среди своих овец и своей пустыни, то давая Эдан, повышай свой голос. Ведь поистине, какой бы джинн или человек, или еще кто-либо не услышал голос Муавдина, он непременно будет свидетельствовать за него в сунный день. Абу Саид Аль-Худри, рада Аллаху альху, также передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда услышите призыв, то есть Эдан, повторяйте за Муавдином то, что он говорит. Это хадис правоса Аль-Бухари, мусульми, т.е.